Яркокросс Изменил Яркокросс в нынешнем году и свой масштаб. Отныне это не просто забег, а целый фестиваль. На территории высокогорного катка раскинулись рестораны, воркаут-зона, батут и сувенирная лавка. Перед забегом участников разогревали энергичным танцем зумба. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Забег в нынешнем году растянулся аж на пять километров. Участники марафона могли их пробежать или просто пройти. Старт был дан с центрального входа в комплекс Медео. Далее участники бежали по дороге, ведущей на плотину, сворачивали вниз и финишировали у восточных ворот высокогорного комплекса. Через каждый километр они подвергались непрерывному обстрелу волонтеров. Каждый пункт отдельный цвет. Эмоции от попадания в тебя свежей порции краски нелегко передать словами. Надо сказать при этом, что краска абсолютно безвредна для здоровья. Разница участников до забега и после, как говорится, налицо. Белые футболки уже пестрят яркими цветами, а радости в глазах марафонцев все больше. Здравствуйте! Отлично, очень понравилось. Было очень тяжело идти, но мы справились. Море ощущений и все супер. А вы первый раз участвуете? Да, я первый раз участвую в таком мероприятии. Мы первый раз участвовали, нам все в розы летало, в нос не утерпели. Было очень трудно бежать. Да, нам понравилось очень. По времени не засекала. Ну, где была, была возможность, бежала. Потому что людей много, бегать трудно. Мероприятие это имеет благотворительный характер. Вырученные из-за бега средства в этом году пойдут на озеленение города. За счет взносов участников организаторы планируют преобразовать парковую зону на пересечении улиц Толиби и Масанчи. Те, кто не успел принять участие в цветном марафоне и тем самым вынести свою лепту в дело озеленения города, могут исправить это уже в следующем году. Фестиваль «Яркокросс» ежегодный.